Дорогие друзья, мы переходим с вами к изучению самого длинного псалма в псалтыре. Один этот псалом составляет целую кофизму. Традиционно замечу, что наши беседы проходят в Срединской духовной семинарии и записываются порталом экзогет.ру. Псалом 118. Он написан акростихом. 176 его стихов разделены на 22 раздела, каждый из которых состоит из восьми строк. Каждая строка в первых восьми стихах, вторых восьми стихах, третьих восьми стихах начинается с соответствующей буквы еврейского алфавита. Итак, первый раздел начинается с алиф, второй раздел с бет, третий раздел с гемель, далит и так далее до конца, до последней двадцать второй буквы еврейского алфавита. Итак, в псалме 22 раздела. Интересно, что и слово Господь, Адонай, упоминается в псалме также 22 раза. В этом псалме особое внимание к числам. Он и сам построен по такому числовому принципу. В этом псалме также есть особое внимание к ключевым словам. И, наверное, самым главным словом, вокруг которого строится вся теология данного текста, является понятие «закон». По-русски «закон», но на еврейском «тора». От этого слова происходит обозначение пятикнижия Моисеева. Итак, в еврейских текстах пятикнижие обозначается термином «тора». Мы же переводим словом «закон», отсюда законодательные книги, законоположительные. Упоминание о законе встречается в 21 из 22 разделах псалма. Но в контексте данного поэтического текста этот термин значит нечто большее, чем нормативный или юридический закон. Здесь речь идет о учении, наставлении в послушании Богу. Книга под созвучным наименованием «тора», как я уже сказал, обозначает все пятикнижие от бытия до второзакония. В «торе» содержатся различного рода заповеди, определяющие жизнь как всего народа израильского, так и отдельных его представителей. Употребляя слово «закон» в данном псалме, его автор, скорее всего, не ограничивается ссылками на какие-то конкретные предписания из «торы». И поэтому он свободно использует как минимум 10 различных синонимов понятию «закон». В частности, мы в русском переводе встречаем такие слова, как уставы, сведения, откровения, оправдания, повеления, заповеди и так далее. То есть эти слова описывают одно и то же явление. Синонимы понятию «закон» встречаются почти в каждой строчке данного псалма, за исключением 1-122. И то некоторые исследователи считают, что, скорее всего, это какая-то была ошибка, потому что по логике псалма в каждой строке должен упоминаться так или иначе закон. Прославление закона Божия и такие утверждения, что закон — это единственный верный путь жизни и единственное утешение в страданиях. Решимость следовать за законом Божиим, молитва о даровании понимания закона, сил исполнить закон — все эти темы формируют содержание данного гимна. В 118-м псалме есть много терминов, которые, видимо, были заимствованы из 18-го псалма. Например, такие термины, как «откровения», «повеления», «заповеди», «суды». Хотя выражение «страх Господень» не фигурирует в 118-м псалме, но здесь упоминаются «боящиеся Господа». И также употребляются такие слова, как «путь» или «пути», «уставы», «слова». И отсюда мы можем сделать вывод о том, что между этими текстами есть какая-то литературная зависимость. То есть темы, обозначенные в 18-м псалме, в более кратком, в последующем, более поздним авторам были расширены, углублены, лишние исторические какие-то сведения были откинуты, и получилась вот такая особая теология воспевания песнь закону Божия. Мысли, обозначенные в каждой строке, мало чем отличаются одна от другой. То есть, по сути дела, мы имеем некое постоянное повторение одного и того же, 176 раз. Отсюда возникает мнение, что в данном псалме нет развития сюжета, и он представляет собой мозаику повторяющихся афоризмов. Однако внимательный считатель заметит, что автор псалма постоянно упоминает, употребляет слова и образы, связанные с молитвой. Нечестивцы окружили псалмопевца, они сплетают на него ложь, но он молится. Молится не только о том, чтобы Бог помог в противостоянии сильным и коварным преследователям, но и даровал просвещение свыше, чтобы уразуметь значение слов божественного закона. С этой точки зрения многочисленные апофтегмы, воспевающие закон Божий, являются своего рода рефреном к молитве о просвещении ума, которая проходит сквозь весь псалом. Ученые соглашаются, что вряд ли мы с гарантией можем определить имя автора. Это практически невозможно. Может быть, он был молодым человеком, может быть, был стариком, когда писал данный псалом. Возможно, он был царем, а может быть, левитом. Каждая из этих гипотез имеет своих адвокатов. В пользу того, что автор был, писатель находился уже в преклонном возрасте, когда создавал данный гимн, говорит традиция, которая отождествляет автора с Давидом, писавшим псалом как некое наставление своему сыну Соломону. Однако в тексте как минимум трижды мы встречаем ссылки, которые могут свидетельствовать о молодом возрасте автора. В тексте псалма указывается на противостояние между князьями, враждебно настроенными к культу поклонения Господу, и благочестивыми поклонниками Господу. Нечестивые оказываются князьями земли. Это не просто лукавые гордецы, они беззаконники, отступники, поскольку не следуют уставам божественного закона. Они противоположны боящимся Господа, непорочным ходящим в законе Господнем. Такую ситуацию, когда раскол произошел внутри израильского общества, и правили в государстве не благочестивые потомки Давида, а лица, которые пошли на компромисс с какой-то внешней, светской или языческой властью, мы наблюдаем как минимум в период Персидский, и наиболее ярко уже в период Антиоха-Эпифана, в II веке до Рождества Христова, когда было восстание Маккавеев. Так вот, историческая ситуация очень напоминает период Маккавеев, когда появилась партия, религиозная политическая партия благочестивых людей, хасидеев, праведник, партия боящихся Бога. Но рассматривайте две крайние гипотезы. Итак, первая в отношении авторства в датировке, что автором был Давид, значит, это X век. Вторая гипотеза, что это был какой-то благочестивый писатель, первая половина II века, это значит II век. Большинство современных исследователей сходятся на компромиссном варианте, что, скорее всего, данный текст появился после Вавилонского плена, вскоре после Вавилонского плена, в период правления над Иудеей персидских сатрапов, то есть в VI-V веке до Новой эры. Ну а, повторюсь, датировка различная, от X до II века. И, скорее всего, данный текст был задуман как руководство для воспитания благочестия в народе, особенно среди молодого поколения репатриантов. Если читатель псалма, представим себе, что читатель псалма ставит себя на место автора, на место псалмопевца, тогда в таком случае он не только напоминает себе о необходимости следовать заповедям Господним, но и встраивается в жизнь общины, в жизнь общины боящихся Бога как член единого тела Ветхозаветной Церкви. Алфавитный порядок строк, постоянные повторы, они служат цели лучшего запоминания запечатленных в псалме идей, ну а также формируют общую картину того, каким должен быть непорочный человек, ходящий в законе Господнем. В этом случае ритмические повторы, одинаковых по смыслу выражений, служат большей цели, чем наставление мудреца своим учеником. Ритм псалма напоминает ритм однообразный, но каждый раз ни на что не похожий молитвы Иисусовой, которая дает усладу в самом произнесении имени Господа. Слово панихида на русский можно было бы перевести как всеночная, вся ночь. Изначально поминовение усопших, как и живых, происходило за всеночным бдением. А древнейшие всеночные бдения совершались накануне воскресного дня. И к этому воскресному дню приурочивалось чтение или пение той кофизмы, которая более всего говорила бы о воплощенном Боге Слове, о том Слове, через которое все начало быть, и без него ничего не начало быть, что начало быть, о том Слове, которое несет в мир мудрость и спасение. И как никакая данная кофизма, она подходит для этого молитвенного предстояния пред Богом. Тем более, что и в ней самой мы встретим некоторые небольшие указания на то, что данный псалом пелся по ночам. Еще в лекционариях даже XII-XIII века византийских, в таких достаточно поздних лекционариях, мы встречаем указания на существование панихид, особых богослужений, не только об усопших, но и живых. То есть в целом это какая-то была сугубая служба по поминовению. Но мы уже, рассматривая эти разные чины, понимаем, что они начинают совершаться вне всеночной. То есть всеночная сокращается и превращается в какую-то требу, службу на заказ у живых и усопших. И вот всеночной остаются только те гимны и те какие-то структурные элементы, которые очень отдаленно напоминают то, что когда-то это была просто рядовая служба суточного круга. Сейчас мы панихиду воспринимаем исключительно как заупокойное богослужение. Но, повторюсь, изначально это не было так. И отсюда у нас возникает некая ассоциация с семнадцатой кофизмой, что это якобы элемент заупокойного богослужения. Отнюдь нет. За каждым всеночным видением, по идее, должна читаться и петь это кофизма. Отсюда так называемые тропари по непорочным, ангельский собор. Так вот сегодня мы за утренней почти всегда поем эти тропари по непорочным, ангельский собор, которые относятся к воскресному дню, а самокофизму непорочный не считаем. Вот такая аномалия нашего дня. Хотя, по идее, треба, связанная с заупокойным упоминавением, спокойно может обойтись и без соответствующей кофизмы, которая никак с покойниками не связана. А вот за всеночный, за утренний, воскресный, хорошо бы как раз эту кофизму читать, как она и читается, собственно, за каждой рядовой полуночницей. Не будущее связано никак, никаким образом с покойниками. Но вот это уже история устава, это другая тема, которая выходит за рамки изучаемого нами библейского текста. Продолжение следует...